Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи по скайпу Сегодня историк Феликс Разумовский Здравствуйте Феликс Велевич Добрый день Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам, также пишите ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Начать хотелось бы с вашей книги Она называется 2017-й переворот Вопросительный знак, революция Вопросительный знак, смута Также Вопросительный знак и Голгоф Восклицательный знак Я, наверное, не случайно сделала акцент на знаках Вы определяете тот период Как Голгофу Русского народа В своей книге, почему именно это определение Показалось вам наиболее подходящим И почему Восклицательный знак стоит в названии Ну, видите ли По поводу тех событий Они определяют Весь 20-й век И еще долго будут Определять русскую жизнь В веке 21-м Существуют разные Разные воззрения Разные понимания Существует то, что навязывалось С долгое время идеологией Идеологией навязывалась Такая картина, что это Была революция Что-то Сродни Великой Французской революции Что это был выбор Русского народа Точнее Не народа А, так сказать Народ вообще Это понятие Опускалась Выносилась за скобки О лучшей части Народа То есть Пролетариата Крестьянства Так вот Дело в том, что Русский народ В результате этих событий Которые, во-первых Никак нельзя назвать Революцией Вот И ничего похожего Точнее Мало похожего С тем, что Происходило Во Значит Во Франции В конце 18 века И в данном случае Просто русский народ Был принесен В жертву Некой Утопии Известной Стремление Построить Вот такое Светлое будущее Рай на земле Вот За это За эту попытку Русский народ Заплатил Дорого Собственно Ну, по сути дела Самоуничтожение Ну, какой вывод Может сделать Из тех событий Которые произошли В 17-м году Современник сегодня На ваш взгляд Да, мы сейчас Перезвоним Нашему гостю У нас возникли Проблемы со связью Сделаем контрольный звонок Да, Феликс Велевич Слышите ли вы нас? Да, я слышу Вот мы тоже сейчас Да, вас слышим Да Да, это Вопрос Был О том, что Какой вывод Может сделать Можно сделать Сегодня О тех событиях Которые произошли В 17-м году Ну, вот я уже сказал Вывод очень важный Что Нам вот То есть русским людям Живущим В современной России Выположить В известном смысле На пепелище То есть В разрушенном Русском мире В пространстве Где Была уничтожена Историческая элита Где были По сути дела Ну Отвергнуты Все традиционные Ценности Весь уклад Русской жизни Все традиции То есть Понимаете Мы находимся На пепелище И Ну Это Довольно Такая Система Конечно Поэтому Видишь Все замечательно Что Какими-то Политическими Решениями Можно добиться Каких-то Значит Прекрасных Результатов Непонятно Правда Каких Вот Это Это Все Совершенно Неверно Нам Досталось После 20-го Века Такое Вот Историческое Пепелище Ну Оглядываясь Назад Понятно Что История Не знает Сослагательного Наклонения Но На ваш Взгляд Можно ли Было Предотвратить Каким-то Образом Гибель Русской Монархии Ну Если Если Впускаться В такого Рода Вот Рассуждения Ну Я Думаю Да Ничего Фатального В том Что Произошло Не было Вот Скорее Можно Говорить О том Что Совершенно Произошло Невероятное Стечение Обстоятельств Вот Совпали Разные Моменты И факторы Которые Обычно Ну Точнее Очень редко Очень редко Совпадают Но они Совпали И Произошла Произошла Катастрофа Ну Как это Сформировало Современного Российского Человека Потому Что Есть Мнение Опять же Что Крепостничество В России Практически Не заканчивалось 1861 год Крепостное Право Отменяется Потом Вроде Как Небольшой Промежуток Потом Уже 17 Год Коллективизация И вроде Как Крепостничество Возвращается И все Это В какой-то Степени Отразилось На Менталитете Вот Согласны С этим Что История Она История Безусловно Влияет Но Вот Вы сейчас Нарисовали Обозначили Некую Модель Которая Ну На мой взгляд Я историей Занимаюсь Давно На мой взгляд История Не имеет Никакого Отношения Здесь Ну Я просто Говорю О крепостничестве Да Я Это Такой Вот Характерный Либеральный Жупел Что Вот Россия Это Значит Вот Она Никак Не может Вылезти Из Крепостничества Вот Да Действительно В Первой Половине 19 18 Веке Была В России Такая Проблема Да Было Крепостное Право Дело В том Что В 18 Веке Когда Дворянство Получило Возможность Не служить То есть Вы Понимаете Что Вот В эту Систему Государственного Тягла Когда Все Все Сословия Не только Не только Крестьянство Но и все Сословия Включая Дворянство Они Находились На государственной Службе Просто Каждое Каждое Сословие Несло Службу Ну Сообразно Вот Своему Статусу Свообразно Своим Задачам Так вот Значит После того Как В 60-е годы 18 века Дворянство Получило Свободу То есть Право Не служить Хотя Далеко Не все Этим Правом Воспользовались И даже И даже Меньшинство Но тем не менее Вот Один Замечательный Русский Историк Сказал Что в тот же день Вот Когда Была Даровано Свобода Русскому Дворянству В тот же день Нужно Было Даровать Свободу И русскому Крестьянству Это Было Не сделано Это Не было Сделано Еще 100 лет Этот вопрос Решался Но Сказать Что Он Вообще Сформировал Русского Человека Что Вот Это Какое-то Страшное Рабство Оно Тяготело Над Нацией Знаете Это Просто Такое Сочинение Можно Просто Обратиться К Александру Сергеевичу Пушкину А Уж Кто-кто А он Все-таки Знал Русскую Жизнь У него Есть Замечательное Рассуждение Посмотрите На Русского Крестьяна Говорит Говорит Величайший Русский Поэт Посмотрите Русского Крестьяна На Русского Крестьяна Это Свободный Человек Я Сейчас Не буду Цитировать У меня нет Под рукой Этого Текста Вот То есть Он В своем Известном Отрывке Доказывает Что Русский Крестьянин Это Совершенно Свободный Человек Имеется Ввиду Конечно Внутренний Свободный То есть Это Никакой Не раб Там Забитый Который Вообще Потерял Всякую Инициативу Способность К Самодеятельности Нет Ничего Подобного Да Вот Была Такая Проблема Эта Проблема Была Решена Вот Как известно В 1861 Году Вот Удачно Ли она Была Решена Нет Не очень Удачно Были В России Другие Проблемы Гораздо Более Существенные Важные Которые Определили Ее Трагическое Развитие Да Были Вот Но это Никак Не Знаете Какое Трепостное Право Которое Как мы Знаем Закончилось В 1861 Году Вот Были Другие Проблемы Но о них Говорить Так-то Значит Не хочется И не принято Вот Но тем То есть Это не Отразилось На психологии Все-таки Современного Человека Вот этот Период Ну Я Знаете У меня Довольно Большой Круг Общения Круг Общения Я Не 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 вижу Вокруг Себя Знаете Вот Такое Последствие Рабства Вот Последствие Советского Холуйства Да Это Сегодня Значит Это Никак Мы От этого Не избавимся Ну А вот Последствия Какого-то Крепостничества Да нет Собственно У нас уже И крестьянка Практически Нет Страна Вообще Раскрестьянина Давно Давно уже Вот Нет У нас Другие Другие Проблемы Вот Просто Если Говорить То Надо Говорить О Другом Вот Вы Описывая Ключевых Фигур Революционного Периода Говорите Что Со знаком Плюс В одном Из интервью Это Патриарх Тихон Первый После Восстановления Патриаршества В России И Со знаком Минус Можно Поставить Да Может Не совсем Их Рядом Можно Поставить Но Так Или Иначе Да Тоже Привержен Своей Религии Скажем Так А в целом Вообще О Выдающихся Лидерах Истории Можно ли Нарисовать Такую Черно-белую Картинку На ваш Сгляд Кому Поставить Плюс Кому Поставить Минус Объективно Ну Знаете Как бы Любой Анализ Любой Анализ Это Всегда Упрощение Вот В жизни Существует Бесчисленное Множество Нюансов Вот Но Когда мы Хотим Разобраться Вот В каком Кремлении Мы Начинаем Докапываться До основных Каких-то Причин Коллизий До основных Смыслов Поэтому Вот так Вот Сопоставить Двух Современников Современников Вот К тому же Деятелей Которые Просто Определяли Значительной Степени Русскую Жизнь Начало 20 века Я имею Ввиду Патриарх Тихон И Значит Товарищ Ленин Сопоставить Их Можно И Нужно Просто Это Два Принципиально Разных Человеческих Типа Вот И Нам Долго Говорили Что Вот Значит Патриарх Это что-то Такое Вот Отжившее Это Принадлежность Какого-то Старого Ушедшего Мира Или Уходящего А вот Ленин Это значит Человек Который Смотрит Вперед Вообще Ведет Россию Вперед Так вот Все Оказывается Не Совсем Не Совсем Так Вот Никакой Значит Патриарх Тихон Не Деятель Уходящего Мира Это Один Из Крупнейших Деятелей России Просто А если Говорить О Начале 20 века Просто Крупнейший Деятель Этого Времени Вот Владимир Ильич Ленин Его можно Атестовать Как Одного Из таких Застренщиков Русской Смуты Дело в том Что Как я Сказал Что Значит В 18 Году Мы Наблюдаем Не Повторение Французской Революции Великой Французской Революции На Русской Земле А мы Наблюдаем Весьма Своеобразное Явление Которое Для России К сожалению Традиционно Это такая Наша Русская Болезнь Которая Называется Смутой В Смуте Есть Всегда Свои Застрельщики Лидеры Вот Это Всегда Самозванцы Такой Русской Смута Дает Самозванческий Тип Характерный Принцип Этого Самозванческого Типа Этот Человек Всегда Меняет Свои Имя Вообще Для Того Чтобы Владимир Ульянов Сменил Имя На Владимир Ленин Не было Никаких Никакой Необходимости В этом Не было Потому что Ленин Приехал Весной Семнадцатого Года Значит Возвратился Из Швейцарии В Россию Значит Здесь уже Временное Правительство Всяческие Политические Амнистии Действует Большевики Свой штаб Устроили В самом Центре Петрограда В особняке Кшесинской Они Совершенно Ни от кого Не скрывались Они были На виду Вот Поэтому Вот так Вот взять Перемени Своё имя Вот Это С такой Прагматической Что ли Точки Зрения Это было Не нужно А вот С какой-то Другой Символической Смысловой Точкой Это было Обязательно Вот Поэтому Они все Вот Все эти Самые Значит Деятели Как известно Там Сталин Не Сталин Киров Не Киров Троцкий Не Троцкий И так далее Это все Деятели Русской Смолки Среди которых Первый Безусловно Это Ульянов Мы сейчас Сделаем Небольшой Перерыв Потом вернемся И продолжим Историк Феликс Разумовский С нами Мы продолжаем Эта программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи По скайпу С нами Феликс Разумовский Историк Здравствуйте Феликс Вельевич Еще раз Добрый день Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 У нас есть звонок Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Пожалуйста Вот вы Очень точно Сказали Про Либеральный Жупел Который Так сказать Опутал Всю Россию Вот первый вопрос Это когда он Кончится Как вы думаете И второй вопрос Вот современные Либералы Так сказать Они говорят Что самый успешный Царь Это был Александр Второй Это тот Который Аляшку продал Так сказать Вместе с Горчаковым Кстати Горчаков Висит портрет В министерстве Иностранных дел Так сказать Почитаемый дипломат А Пушкин Про Александра Первого Писал Что этот Плешивый Царь Враг Свободы Да Какой у вас вопрос Александр Чтобы гость мог ответить Вот Вопрос Комплексный Вот Как вы Относитесь Вот К тому что Говорил Пушкин К тому что Революция Она просто Зрела Ее видно было И правящий класс Порол Мужиков Насиновали И девок Насиловал И что он Не видел что ли Что революция Назревает Спасибо Такой комментарий Да Тут Несколько Таких Эмоциональных Было Возгласов Но По поводу Либерального Жукова Мне Представляется Эта часть Вопроса Наиболее Содержательной Вот Потому что Дальше Значит Радиослушатели Он путает На самом деле Александра Второго Александра Первого Вот Пушкин Он Как известно Не дожил до Эпохи Александра Второго И по поводу Значит Плещи Там Вот это слова Плещи И щеголь Враг Тогда Это Высказывался Об Александре Первом А не Втором Вот Значит По поводу По поводу Жупела Вот Когда он Закончится И когда Мы Будем смотреть На Россию Какими-то Более Ну что ли Ясными И сознательными Глазами Ну Для этого Нужно Совершить Нация Должна Совершить Такую Работу Вот Довольно Надо сказать Тяжелую Трудную Вот Совершать Ее не хочется Эта работа Называется Национальным Самопознанием Вот После Наших Всех Там Погромов Наших Всех Заблуждений Вот Нам Нужно Прийти В себя И Разобраться В своем Национальном Хозяйстве Вот Отделить Там Зерна От плевел Что называется Там Правда А то лжи Вот И Узнать Свою Подлинную Историю Вот Когда Это будет Сделано Вот И тогда Как бы Всякие Жупы Они Отпадут Сами Собой Потому что У нас Будет По поводу России Такой Ясный Понятный А Самое Главное Адекватный Взгляд Потому что Чем Плох Жупа Он Дает Искаженную Картину Он Неадекватен Той Стране И тому Народу К которым Он Применяется Вот Так бы Я бы Сказал А по поводу Там Возревания Революции Понимаете Да мало ли Что Возревает В Национальном Организме Много Чего Возревает И хорошего Возревает И худого Вот Не обязательно То что Возревает Оно Как-то потом Проявляется И Заслоняет И обрушивает Все Все вокруг Вот Да Возревало Но Возревало И другое Вот Интеллигенция Становилась Вот Из Такой Радикальной И беспочвенной Она становилась Вот Такой Какой Допустим Был Антон Павлович Чехов Вот Как известно Построивший Там Три школы Вокруг Своей Усадьбы Значит На Лопасне Вот И все Так что Происходили Разные Разные Процессы Внутри Русской Жизни Просто Мы Теперь Выделяем То Что Привело К Катастрофе Да Эта Линия Тоже Присутствовала Но Присутствовало И много Чего Другое Потому что Россия В начале 20 века Это вообще Просто Процветающая Страна Эта страна Могла Например Реализовать Такой Проект Как Строительство Транссиба Понимаете Это совершенно Невероятный Проект За который В 1900 году Россия получила Гран-при На Всемирной Парижской Выставке Крупнейшую В мире Железную Дорогу От Москвы До Тихого Океана Так что Это Знаете Это Не Была Какая-то Совершенно Размаливающаяся Такая Одрехлевшая Там Я не знаю Монархия Вот Что-то Такое Устаревшее И Нигдееспособное Ничего Подобного Ничего Подобного Но Конечно Вот эти Болезненные Явления То есть Проблемы Вот Они Тоже Существовали Никуда Не делись Вот И То Что Привело К Катастрофе Тоже В русской Жизни Давно Как-то Прокладывал Себе Дороги Вот Такая Довольно Сложная Картина Кстати Большевики Всегда Настаивали На упрощении И Главная Вообще Вот Такая Ну что ли Беда Которую Мы Восприняли И унаследовали Это упрощение На все Вот смотреть Через Ну По системе Дважды Два Четыре Вот видите А мы Сейчас С вами Говорим О том Что Вот в русской Жизни До Семнадцатого Года Вот Можно Выделить Там Несколько Мы Выделили Там Две Линии Такую Линию Созидания Линию Разрушения Разрушения На самом деле Их там Было Больше Как Картина Была Сложнее Но Но Она Была Сложной Она Была Сложной И Совершенно Не Обязательно Все Это Должно Было Рухнуть В Феврале Тире Октябре Семнадцатого У нас есть звонок Да Слушаем вас Здравствуйте Алло Да Как вас зовут Уредей Сергей Да Слушаем вас Это Мой вопрос В грамиданскую Войну После Революции Сделайте Почише Радиоприемник Мы вас Очень плохо Слышим Опорой России Было До Скоро Мы Очень Вас Плохо Слышим Перезвоните Пожалуйста 6212 12 93 9 6213 93 9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Звоните Задавайте Свой вопрос Пишите Ватсап 2306191 Феликс Разумовский У нас сегодня На прямой связи По скайпу В контексте Владимира Ленина Нами упомянутого Вот это вот Противоречие На ваш взгляд Современной России Когда на Красной площади Есть и храмы И монастыри Православные И Ленин Вавзолеи Да Стоит ли его похоронить На ваш взгляд Ну С моей точки зрения Стоит И Естественно Мавзолею Не место На Красной площади Мне этот вопрос Задают Последние Лет 30 Вот Я просто Считаю Что Это не первое Должно быть Деяние Вот По Ну По Развращению Русскому народу Такого здорового Исторического сознания Вот Не надо Начинать С С Там С Вытаскивания Ленина Из Мавзолея Там С Уничтожения Мавзолея Это Это может быть Одна из последних Последних Акций К этому надо Прийти Не нужно Не нужно Знаете Таких вот Простых Решений Вот Вместо того Чтобы Там Человеку Как-то Прояснить Сознание Как-то его Ну Возвратить На какие-то Такие Нормальные Исторические Пути Бах Ему Ударить По голове Вытащить Ленина Из Мавзолея Ну Это Это Не тот Вопрос С которого Нужно Начинать Вот Я так Просто Считаю Хотя Безусловно Это Это Нонсенс То Что Такой Главный Разрушитель России Значит Находится Рядом С Пантеоном Пантеоном Тех Людей Которые Россию Созидали Я имею Ввиду Значит Успенский Собор В Кремле Где Покоятся Русские Свидетели И Архангельский Собор Тоже В Москве Рядом Где Покоятся Великие Князья И Русские Цари Это Все Люди Созидавшие Россию Вот То Что Рядом Находится Ну Один Из Главных Разрушителей И И Другие Разрушители Это Такой Исторический Нонсенс Я думаю Конечно Со временем Это Будет Как-то Изжито Безусловно Мы благодарим Вас Что Вы Нашли Время И Вышли В прямой Эфир Программы Абонент Доступен Историк Феликс Разумовский Стал Гостем Программы Спасибо Вам Всего Доброго И До свидания Будьте Здорово Спасибо